Октоберфест В этот раз Августин Брау Мюнхен как мы знаем в буквальном переводе город монахов есть такие монахи августинцы они варили пиво монахи августинцы очутились начали построили свой монастырь в Мюнхене еще в 13 веке а в 14 веке начали варить пиво там у них было множество приключений с этой пивоварней она осталась там в пожарах ну Мюнхен же давно там были и пожары, и Наполеон все это перемещалось туда-сюда но августинская вот эта августин брау считается старейшая пивоварня Мюнхена и именно эта марка пива считается лучшей в Мюнхене, хотя я не понимаю как может быть в Мюнхене неплохое пиво вообще у них там наверное все пиво очень хорошее да не наверное точно так вот они в этот раз выпустили я уверен как обычно октуберфеское специальное пиво обратите внимание на этикетку очень такая она веселенькая красивая 6% алкоголь все как я смотрю октуберфеское пиво достаточно крепкое светлое, фильтрованное, пастеризованное все как положено достаточно легкое 11,4% всего на все что еще могу сказать вот пишут что до сих пор у них кстати на территории пивоварни работает своя солодовня то есть они сами жарят, готовят, подготавливают солод разнообразный так как у них есть и темные сорта пива и нефильтрованные и светлые и экспортные специальные и вот если раньше из этой солодовни постоянно валил во время приготовления дым там не знаю пар что там сейчас они используют это повторно так сказать, то есть для обогрева для вырубки может электричества еще для чего то такие молодцы ребята это да множество мест есть в Мюнхене где можно попить это пиво а у нас вот здесь можно его оценить чем я и займусь лучшее пиво в Мюнхене пилушка такая потертая не знаю в чем везли но они видимо бились друг от друга вот этими частями такие остались побитости пока я говорю дал ему возможность в пенке осесть и она это сделала с большим удовольствием очень быстро пузырьки разной крупности так скажем хотя пиво свежее не знаю скорее всего так и должно быть как мелкие пузыри так и крупные имеются по цвету пиво светлое я имею ввиду и на прозрачность и на цвет очень светлый легкий такой желтый цвет в запахе чистый солод с легкой сладковатостью запах опять же вот у светлого пил достаточно трудно разобраться что-нибудь в запахе потому что ну а что там откуда он откуда ему в принципе взяться это же не пшеничное не фильтрованное да редко когда попадается что-то с ярким очень запахом мне кажется только какие-нибудь может быть кстати это признак плохого светлого пива то что туда химию добавляют и поэтому запах появляется а может быть и нет не могу сказать но вот сколько я не пробую пиво которое считается очень хорошим запах и разобрать тяжело как в данном случае обрати внимание уже пропала пена совсем пропала ух ты вишка вкус очень яркий очень неоднородный и на протяжении всего своего прохождения по языку он меняется от сладкого переходит в соленоватость в горечь и вот туда вот скатывается да уже совсем горький вкус очень необычный раньше все что мы пробовали я такого вкуса не встречал хотя вот сколько раз вот мы с Катериной не пробуем пиво потом когда уже выключаем камеру у нас же еще остается то есть проходит какое-то время вкусу пива совсем другой в конце вот когда вот после второй половины кружки постепенно видимо пиво то есть обогащается и кислородом и как вступает в взаимодействие со внешней средой и меняет свой вкус ну и в итоге а что сказать просто хорошее вкусное действительно вкусное мюнхенское пиво я не знаю насколько оно лучше или не лучше для этого все таки надо мне кажется нам как-нибудь в следующем году с Катериной выбраться на те самые луга как еще раз терезин лук взять вот там продают вот эти литровые пивные кружки все шесть сортов великолепная шестерга вот эта мюнхенская и прям попробовать для того чтобы вам рассказать только что губы этих целей не то что там на пицце или еще что-то вкусно мягкий вкус легкая горечь легкое послевкусие замечательные солодовые вот эта насыщенность во рту остается слюноводеление аппетит колбаски нужны теперь мне пивные на этом все всего доброго не злоупотребляйте попробуйте акты бруфесские какие-нибудь все-таки пиво сколько я вас вообще уговаривать не вас что-ли давайте пока вам